Я просто обращаюсь к тем, кто смотрел телевидение. Вы немножко так увидели, что у меня небольшие задержки были по программе. А почему это дело случилось? Потому что я поехал на Кубу. Я поехал на Кубу лечить свой рак. К слову, о том, как там рак лечат. Я вам всем рекомендую. Залезьте, пожалуйста, на YouTube. Мою Челейкин фамилию убейте. Все сразу начнет понятно, где, что и как. И фраза там будет. Куба убивает рак. Либо Куба килл кэнсер. Внимательно посмотрите и прочитайте. Я вам сейчас объясняю ситуацию, что с раком, с любой его стадии вы можете бороться. Сумма не такая уж и большая. Примерно 1 миллион рублей. Где все это вы можете делать, тоже внимательно посмотрите. Я по всем своим зарубежным поездкам вам это детально объясню. Я сюда приехал. Я очень сильно люблю свой сын. Мало того, мы когда говорим с людьми, мы говорим, а каков ваш физический возраст? То есть, когда я говорил с Юрой Пырельным, сколько тебе лет? Он говорит, мне примерно 20 лет. Я говорю, а мне примерно 19 лет. То есть, сын меня так и говорит. Алексей, ну, к слову, я люблю своего сына. Я посмотрел. К сожалению, он не стал так хорошо тянуться. Но я знаю правила. Я ему сказал, если ты будешь хорошо тянуться, я тебе дам возможность поиграть на компьютере. И что случилось? За 5 дней он нормально, на нормальный шпагат сел. Напрямую он так садился. На обратный. И туда, и сюда. О, вот эта тема была весьма интересная. Кроме всего прочего, ну, это уже отдельная тема беседы, с кем он работал. Он работал с моей супругой и с бабушкой. По английскому языку. Я посмотрел. И что я увидел? А что я увидел? Ребенку 5 лет. А как он читает? А как он читает? Как он понимает о том, на чем написано на английском языке? Хотите посмотреть? Да, пожалуйста. I have a dog, but I have no cat. I have got a dog, but I have no gun. I have got a kitten, but I have no squirrel. I have got a cat, but I have got a cat. I have no spring. I have no chair. I have a bus. I have no land. I have no... Дальше пока эту строчку не пробуем. Следующее. Э. Boy. Энд. Э. Dog. Э. Wolf. Энд. Э. Fox. Вот как-то так получается. Ребенку всего 5 лет, а он читает по-английски. Да, он говорит по-русски, но еще не умеет читать. Но по-английски-то как-то. И вот это вопрос. С этим вопросом легко справляется школа Васиной. Сначала вы учите, а затем записывая читаете. Начнем. Эган. Эган. Настя. Ай-кан-код. Ай-кан-код. Угу. Пастя. Ай-кан-код так нравится. Угу. И Леша. Ай-кан-код. Ай-китин. Отлично. Теперь почему их так мало? Сейчас объясню. Лучше и грамотнее малые классы. Пункт номер один. Все понимают правила языка. И честно, так работать гораздо лучше. К слову о том, что так с вашими детьми здесь и работают. Потому что это правило. Вы хотите результата, вам его и делают. И по сути событий. Я как-то зашел к выпускникам и понял, что по-малому достигается многое. А теперь вернемся к моей истории. В то время школа 33 была вне конкуренции. Потому что класс делился на несколько групп, где внедряли английский. Здесь то же самое. И даже часто родители просят уделить качественное внимание на образование своего подростка. Во-первых, спасибо большое, что вы моего ребенка научили читать. Дело в чем заключается? Она по-русски читать и не умеет, а по-английски уже хорошо. Ну, это все-таки наша обязанность. Раз уж мы взялись за это дело, мы обязаны детей научить тому, что они должны знать. Поэтому, конечно, мы научили его сейчас только на определенном этапе. Чем дальше, тем больше, естественно, он будет знать. Я еще раз объясняю. Этому ребенку еще всего лишь 5 лет. Да. Да, мы занимаемся истокими. Поэтому я сразу призываю родителей. Ведите свои детей не только в нашу школу, в другие школы. У нас внука хорошая школа иностранных языков. Поэтому чем раньше ребенок начнет изучать, тем лучше. То есть мы о чем говорим? Тут один человек, ну, по геометрии в 5 лет все это дело объяснил. А мой, оказывается, читать уже умеет. Тоже неплохо, логично. Конечно. Ну, честно говоря, это философия нашей школы совершенствуется постоянно. Вот мы работаем уже 18-й год на рынке образовательных слуг, в частности, преподавания иностранных языков. И каждый год мы стараемся вносить что-то новое. Конечно, чаще всего мы вносим преподавание, методику преподавания языков. И вот мы определили сейчас такой метод, где-то он работает уже в течение 5-6 лет, когда у нас ребенок читает на английском быстрее, чем на русском. Это не потому, что мы хотим поставить, что вот мы быстрее. Нет, просто так получается. И когда ребенок приходит в школу, и он читает по-английски просто быстрее и лучше, чем по-русски, ну, соответственно, я говорю, лучше в другом смысле, то он и быстрее познает, и также и русский язык, и другие предметы. А теперь поговорим о том, что в конце концов скоро новые экзамены были, да, ЕГЭшки. Скоро, скоро, не так уж давно-то и осталось, полгода-то и осталось. Что делать тому человеку, кто по-английски вообще ничего не волокет, ну и по остальным вещам тоже самое? Ну, конечно, мы занимаемся и с ребятами, которые и в средней школе, и кто сдает ЕГЭ и ОГЭ в девятом классе. А что по этому поводу я хочу сказать, что, конечно, мы готовим, стараемся готовить максимально хорошо, чтобы они сдали. Вот, опять же, новые методики и те методики, которые мы применяем, позволяют это делать. Но я вам скажу больше, что мы проводим также и независимый мониторинг. Допустим, если кто-то родитель хочет узнать, на каком уровне находится его ребенок, мы приглашаем независимого эксперта. Это может быть из Челябинска, из Москвы. И здесь, прямо в здании школы, в нашей школе мы проводим. Более того, мы проводим международный экзамен на любом уровне, начиная с начального класса, когда приезжают также специалисты из Челябинска, из Москвы, и проводим конкретный международный экзамен, по результатам которого ребята получают определенные сертификаты, и они знают, могут они уже выезжать, учиться где-нибудь за границей, или хотя бы просто для себя, на каком уровне я нахожусь, вот, скажем, на среднеевропейском уровне. Да, это не везде. Честно, клубов было много разных, да и сейчас их много. Но суть событий в следующем. Идеальный вариант – это полное погружение человека в иную среду, где весь разговор на другом языке. Ну, у меня так и получилось. Хотя, конечно, школа дала свои знания. Ну, а что сегодня? И даже честно, не все школы могут похвастаться воспитанием переводчиков. Далеко не все. Но теперь вы понимаете результат. Школа Васиной изначально работает и внедряет языки сразу. То есть то, о чем мы говорим. Репетиторов много, но качество только здесь. Я тут недавно посмотрел, да, человек по географии. Пять лет. Ну, если бы я сильно-сильно хотел. Хотя, по сути, мне без разницы. У меня человек обыкновенный, такой же, как я. Я не самый навороченный перец, поверьте мне. В школе у меня по математике были три балла, по русскому языку тоже три балла. Че-то я на телевидение залез, да? Вопрос интересный. К сожалению, другого человека я и не нашел. Пришлось самым этим делом заниматься. Но, тем не менее, я говорю на обыкновенном, в таком же языке, как и вы, беседуете, никаких проблем нет. То же самое и мой сын. Для него просто стимул есть определенный. Кроме всего прочего, я же понял, что если человек начинает раньше говорить на другом языке, я-то начал, грубо говоря, с восьми лет, потому что со второго класса у нас все это дело началось в нашей школе в 33 дни. А он начал все это делать с четырех лет. Я думаю, к тому возрасту он будет уже гораздо интереснее читать, и по-английски в том числе. То есть, вот оно правило. Если вы сильно-сильно хотите, вы можете это сделать. И где все это делается? Я все-таки гарантирую всем, ну, по крайней мере, я так понял, что школа Васина – это то, что доктор прописал. Где она располагается? Здесь вот справа, в смысле слева от меня, справа, помещение будет сбоку. Вот она здесь располагается, в 56-й школе. Есть еще и другие варианты. А, кстати, если вы смотрели внимательно этот материал, вы можете просто позвонить, и вам все это дело объяснят, где ваш ребенок, и даже если он почему-то не научился читать по-английски, он это сделать сможет. Из нас у вас замечательно и ЕГЭ, да и вообще вы поймете, что ваш ребенок стал по-английски объясняться гораздо круче, чем вы. К слову о том, о чем мы говорили в начале сюжета. Если бы я не владел английским языком, а я владею ему достаточно хорошо, я бы не смог лечить рак. К слову о том, что вы бы смогли этот сюжет посмотреть и в Ютьюбе. Также выбиваете члейки и посмотрите, школа Васины, 11-й год, в смысле 11-й месяц 2016-го года.